приветствую себя на кухне уже несколько соусов я выставил на своем канале который нам необходимо знать чтобы двигаться дальше вы кстати найдете в плейлисте под именем соусы и бульоны сегодня вам покажу еще один соус который нам необходимо знать чтобы готовить по крайней мере на этом канале другие блюда речь пойдет о бешамель в кельне повара довольно часто подшучивают над над молодыми учениками в том плане что говорят принеси бешамель а бешамель на кельнском диалекте но это типа как ботать по фене означает кружка с мукой но естественно если ученик не знает о чем идет речь он идет и приносит кружку с мукой ну я с вами так шутить не буду сегодня приготовим бешамель это белый базовый соус муки и молока сегодня я вам покажу два способа приготовления его а для себя вы выберите сами какой больше вам способ подходит так ну первый метод который делается с мукой он читается правильным но за последние десятилетия он просто сам себя уже изжил на кухне особенно в большой кухне так уже готовят очень мало и очень редко тем не менее я вам его покажу значит я добавил сливочного масла растопила добавил немного порезанного лука буквально 2 гвоздики 5 раздавленных можжевеловых ягод и 2 лавровых листа даже не 2 одного будет достаточно и доведу лук до прозрачности не придавая ему цвета если у вас по какой-либо причине плита была слишком горячей вы можете лук немного остудить белым вином количество всех ингредиентов вы найдете под видео как всегда так теперь к этому методу почему он не популярен последнее время ну потому что бешамель если вы делать его на мучной основе за ним нужно следить то есть постоянно его помешивать чтобы он не пригорел но так как если на кухне большая запара то следит за ним особо некому и поэтому лично я применяю второй метод который я покажу немного позже сам соус по себе готовится очень быстро теперь я вступаю сюда муку и обжариваю ее бешамель вы можете варить добавляю бульон если он у вас есть добавлять при этом сливки или готовить просто на молоке как сегодня сделаю я так сюда же добавлю сразу чеснока буквально один зубчик немного вина кто с вином работать не хочет вы можете добавить сюда просто холодной воды или льда из морозилки как вам удобно и добавляю сюда холодного молока холодного при приготовлении с бешамель готовим с холодными продуктами так ну соль каждый сам добавляет себе по вкусу если кто-то хочет перца можете добавить перца но в данном случае уместен был бы белый перец венчиком разбиваем все комочки если какой-то из комочков не разобьется ничего страшного мы соус по-любому пробьем через сито температура плиты у меня на данном этапе из 9 возможных на шестерке то есть это та температура при которой я жарю мясо это 200 220 градусов почему такая высокая чтобы просто быстрее закипело молоко так как я нахожусь непосредственной близости от плиты и слежу за соусом можно позволить себе эту температуру так сюда я натру мускатного ореха теперь я убавляю температуру на минимум и при постоянном помешивании чтобы мука не пригорел готовлю соус дальше мне осталось только выварить вкус муки густоту соуса можно регулировать самостоятельно в данном случае я собираюсь готовить каннеллони поэтому соус мне нужен немного погуще если вам нужен соус пожуже чем у меня здесь то вы всегда можете добавить жидкости то есть либо бульона воды молока сливок в данном случае я приготовил всего 600 миллилитров соуса здесь у меня одна луковица 50 грамм 1 зубочек чеснока 2 гвоздики 5 можеловых ягод 1 лавровый лист немного мускатного ореха 50 грамм муки 30 граммов сливочного масла перец по желанию ну и конечно соль я добавлю еще немного молока так как во время кипения у меня часть жидкости испарилась и соус стал более густым дам соусу буквально пять минут покипеть и он мне готов соус готов я протираю через сито ну вот посмотрите только из-за того что я находился непосредственно все время возле соуса он меня не подгорел абсолютно так ну и поварешкой вот такими вот круговыми движениями соус прекрасно пробивается через сито в общей сложности соус у меня получилось 670 миллилитров так ну второй способ намного проще и готовится он быстрее при втором способе я могу готовить в больших количествах не боясь что он не пригорит значит я добавляю 30 граммов сливочного масла сразу добавляю сюда одну луковицу это примерно 50 грамм лавровый лист 5 мазавеловых раздавленных ягод 2 гвоздики и чеснок и слегка пассирую без придания луку цвета немного белого вина да вот я посмотрел нашел у себя немного белого перца в зернах сюда то я его добавлю буквально с десяточек теперь я добавлю сюда буквально немного воды и дам закипеть как только вода у меня закипит я добавлю молоко я делаю это для того чтобы молоко у меня не пригорело то есть вот эта вода кипящая вода она предотвращает этот процесс когда молоко очень быстро пригорает дну кастрюли ну это так вам лайфхак на заметку представьте себе если у меня 50 или 100 литров соуса пригорит даже катастрофа ну вот вода уже почти испарилась специи уже почти отдали весь свой аромат лук проварился а это хорошо тем что если я добавлю молоко я могу быть сто процентов уверен что молоко у меня не свернется просто бывает так когда лук не доготовишь и добавишь молоко то молоко может свернуться так ну и теперь я добавляю сюда молока увеличивают температуру на комфорке до 6 добавляю соли натираем мускатного ореха после того как мы соус загустим можно добавить лимонной кислоты это зависит от того для какой цели вы готовите бешамель так соус у меня сейчас уже закипит поэтому я добавляю столовую ложку кукурузного крахмала наливая немного холодного молока вот уже соус и кипит венчиком перемешиваю до полного растворения комочков и тоненькой струечкой загущаю соус убавлю температуру до минимума и дам соусу покипеть еще пять минут и он мне готов так 5 минут прошло соус проварился я его пробиваю через сито ну и также в этом случае как и в предыдущем дно кастрюли у меня чистая соус не пригорел потому что пригоревший соус на основе молока спасти уже нельзя вы от этого запаха и от этого привкуса не избавитесь даже если вы будете его разбавлять более большим количеством жидкости количество соуса в этом случае у меня получилось 660 миллилитров я надеюсь что потраченное время на просмотр этого видео было для вас полезным соус бешамель как вы заметили готовится очень быстро в течение 15 минут ну это если в небольших количествах а я с вами на этом прощаюсь и желаю вам всего самого доброго